Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Программа Экономика. Кировские лесопромышленники смогут представить свою продукцию в Китае. Часть затрат на участие в выставках, которые пройдут там, бизнесменам компенсируют из областного бюджета. Оплатят аренду выставочной площади, регистрационные сборы, оформление стенда и услуги переводчикам. Специализированные выставки и форумы пройдут в июне в Харбине и в Шанхае. Там с кировчанами встретятся представители китайских инвестиционных компаний и покупатели российских пиломатериалов. Как отметили в региональном министерстве развития предпринимательства, в последнее время китайские бизнесмены проявляют все больше интерес к лесной промышленности Кировской области. Так, за последний год экспорт древесины и продукции из нее в Китай увеличился в 10 раз. Экономика. На 101 ФМ. Новый руководитель дирекции дорожного хозяйства заработал за 2016 год 125 тысяч рублей. В то время Андрей Менькин еще не получил должность в Кирове. Сообщалось, что он занимался бизнесом в столице. Согласно декларации о доходах, Менькин имеет в собственности две квартиры общей площадью 137 квадратных метров, гараж, автомобиль Мерседес и мотоцикл. Отмечу, что Менькин заработал в 2016 году меньше всех остальных руководителей кировских муниципальных учреждений. Самые высокие доходы у руководителей дирекции зеленого хозяйства Олега Скопина, директора МКУ «Городская реклама» Станислава Коваленко и начальника Кировского управления гражданской защиты Михаила Вахмянина. За год они получили по 1 миллиону 100 тысяч рублей. Доллар сегодня 57 рублей 16 копеек, евро 62 рубля и 9 копеек. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.